здравствуйте дорогие друзья ну что вы готовы посмотреть еще одну серию по истории россии если да тогда занимайте поудобнее места вам нужно вооружиться ручкой тетрадкой и учебником и с вами я анастасия алексеевна так а теперь штрафной вопрос опоздавшим давайте вспомним что мы проходили на прошлом уроке прошлый урок у нас был посвящен правильно смутному времени а что такое смутное время вспомнили вспомнили молодцы смутное время это период в истории российского государства когда произошел и экономический и политический кризис а когда же это было кто не помнит тому подсказка на слайде 1598 1613 или вторая дата 1604 1618 если мы говорим что смутное время окончилось 1613 году то вспомните чем она закончилась воцарением новой династии династии романовых а кто был первым романовым на престоле правильно михаил федорович романов как вы думаете важно ли нам изучать как российское государство развивалось при первых романовых безусловно поэтому тема нашего сегодняшнего урока будет связано с первыми романовыми и так запишите себе в тетрадку россия при первых романовых и первый романов на престоле это михаил федорович поэтому сразу после темы напишите даты его правления как на слайде 1613 1645 тире михаил романов посмотрите у меня на слайде отмечено что в 1613 году михаила федоровича избрал на царствие земский собор а что такое земский собор и были аналоги такого органа в других странах подумали совершенно верно земский собор это сословно представительный орган если в государстве есть сословно представительный орган но при этом есть царь то какая же форма правления в государстве сословно представительная монархия и если это сословно представительный орган значит все сословия в нем представлены давайте подумаем Что же, крестьяне тоже участвовали в Земском соборе? Нет, в Земском соборе крестьяне участия не принимали. А были ли другие органы в других странах, где крестьяне тоже могли принять участие? Совершенно верно, были. Например, в Испании были кортесы. И вот в кортесах крестьяне принимали участие, но правда зажиточные. Но тем не менее. В Англии был парламент, от слова парля говорить, а во Франции генеральные штаты. Теперь посмотрим, как же современники описывали Михаила Романова. Я напомню, что современник – это человек, который живет с ним в одно и то же время. Итак. Был царь молод, когда сел на престол, лет 18, но был добр, тих, кроток, смирен и благоуветлив. Всех любил, всех миловал и щедрил. Во всем был подобен прежнему благоверному царю и дяде своему Федору Ивановичу. Если быть более точно, то Михаилу Романову было всего 16 лет, когда он пришел царствовать. Естественно, что 16-летнему Михаилу нужна была помощь. Эту помощь оказывал ему его отец. Как вы понимаете, раз Михаил Федорович, значит его отца звали Федор, но это имя мы знаем только в миру. Поскольку его отец был патриархом, то согласно церковной традиции у него было другое имя – Филарет. И если вы внимательно смотрели прошлый урок, тогда вы помните, что с именем Филарет мы уже с вами встречались. Потому что Филарет был патриархом в Тушинском лагере при Лжидмитрии II. Но как же так получилось? Все легко, просто поляки захватили его в плен. Но в период царствия своего сына он, конечно, был освобожден из плена и стал не только патриархом, но и главным помощником своему сыну в царских делах. Когда Михаил Романов умер, то к власти пришел его сын Алексей Михайлович. Дальше запишите себе даты правления Алексея Михайловича 1645-1676-Алексей Михайлович. Про Алексея Михайловича писали следующее. Царь одарен необыкновенными талантами, имеет прекрасные качества и украшен редкими добродетелями. И он покорил сердца своих подданных. Действительно, современники отмечали, что Алексей Михайлович был очень боголюбив, очень кроток и очень смирен своим характером. Поэтому ему дали прозвище Тишайший. Однако время, в которое правил Алексей Михайлович, было отнюдь не тихим. Алексей Михайлович, в отличие от своего отца, был готов к управлению государством, потому что им занимались. Главный его учитель и помощник был Боярин Морозов. И эту фамилию вам нужно запомнить, потому что еще в истории российского государства вы с этой фамилией встретитесь. Алексей Михайлович, как и свой отец, пришел к власти в 16 лет. Алексей Михайлович был женат дважды. От первой своей жены, Боярыни Милославской, у него родилось трое детей. Обратите внимание. Федор Алексеевич, Иван Пятый Алексеевич. Почему Пятый? Потому что Четвертым был Грозный. И Софья Алексеевна. От второй жены, Натальи Кирилловны Нарышкина, у них родился сын Петр Первый. Это тот самый Петр Великий, в годы правления которого Россия станет империей, а он императором. После смерти Алексея Михайловича к власти пришел его сын Федор Алексеевич. Но Федор Алексеевич правил недолго, как вы видите, до 1982 года. И после смерти Федора Алексеевича между его другими детьми началась как раз борьба за власть. Но об этом вы узнаете в следующей серии. А мы пока будем говорить о первых Романовых. Итак, уясните, что нам сегодня нужно разобрать, как Россия развивалась при Алексее Михайловиче и его отце Михаиле Романове. Давайте рассмотрим, какова была система государственного устройства России в 17 веке. Как мы уже поняли, земский собор избирал царя. То есть во главе нашей лестницы стоит царь. Это можете себе записать. Система государственного устройства России в 17 веке. И наверху стоит царь. В рядом с тарем находится патриарх. И мы выяснили, что Филарет в годы правления своего сына, конечно же, ему помогал. Дальше, по другую сторону стоит земский собор. Земский собор играл большую роль в жизни каждого царя, потому что земский собор его избирал. И первые Романовы, поскольку были очень молоды, когда пришли к власти, они, конечно, искали поддержки. Поддержку всех слоев населения. Они были благодарны земскому собору за то, чтобы земский собор их избрал. И земский собор первоначально собирался очень много раз. Но со временем земский собор стал собираться только для того, чтобы принять уже те приказы, которые хотели цари. А после этого и вообще перестал созываться. В 1684 году был созван последний земский собор. Вот теперь подумайте, мы сказали, что когда есть сословно-представительный орган, это значит монархия сословно-представительная. А если власть этого сословно-представительного органа ограничивается, означает ли это, что власть абсолютно царская усиливается? Пока подумайте над этим вопросом, и вы сможете на него ответить в конце нашего урока. То есть мы выяснили для себя, что земского собора власть ограничена. Но у нас был еще один орган. Этот орган назывался Боярская дума. Первоначально Боярская дума при первых Романовых расширилась. Боярская дума достигала до 100 человек. Боярская дума часто собиралась, потому что помогала решать важные вопросы, например, по сбору налогов. Однако со временем цари посчитали, что Боярская дума уж слишком разрослась в своем количестве, ее нужно уменьшить. Поэтому из числа бояр выделили только определенное количество и назвали это Ближняя дума. А вскоре и Ближняя дума пала в немилость. И роль Ближней думы и Боярской думы также снизилась, как и роль земского собора. В России при первых Романовых действовали приказы. Я вам напомню, что приказы это органы центрального управления. Они появились еще в 16 веке и продолжали существовать до 17 века. Посмотрите, приказов было огромное множество. И приказы Большого дворца, и казенные, и разрядные. То есть каждый приказ отвечал за какую-то деятельность. И казалось бы, все понятно, но не совсем. Например, смотрите, Пушкарский и Стрелецкий. Оба приказа занимались почти одним и тем же решением военных вопросов. Так куда же мне обращаться, если у меня какой-то вопрос? Совершенно непонятно. А самое интересное, как потом подводить статистику, если мы не знаем, в какой из этих приказов обращался человек по своему вопросу. Стало понятно, что приказная система себя изжила. И приказную систему тоже нужно менять. В это же время нужно было навести порядок и на местах. Была проведена реформа местного управления. А что же такое на местах? Местное управление это где? Местное управление это в уезде. Дело в том, что по реформе местного управления была введена новая административно-территориальная единица. Она называлась уезд. Это себе запишите. Местное управление, и мы пойдем с самого низа. Смотрите, уезд. Уезд делился на станы и волости. В уезде должен был кто-то управлять всем. Поэтому назначили новую должность. Воевода, глава уезда. Воевода это человек, который выбран не на месте, а тот человек, которого поставил царь. Для чего? Для того, чтобы контролировать местную власть. Дальше, смотрите, уезд воевода и центральная власть. Между ними нужно было поставить еще одно звено, чтобы было легче управлять. Поэтому несколько уездов объединялись в разряды. И разряд стал новой единицей объединения нескольких уездов. То есть вам нужно записать уезд, воевода, глава уезда, разряд и центральная власть. Дальше. Необходимо было провести и реформу армии. В 1631 году были созданы полки нового строя, или иноземные полки. Почему? Потому что мы заимствовали этот пример у европейских стран. Поэтому они называются иноземные полки. Это себе тоже запишите. Полки нового строя представляли собой рейтерские полки и драгунские полки. И те, и те означали, что есть всадник. Но драгунские полки могли воевать не только на коне, но и пеши. И это было их главное отличие. Однако полки в 1634 году были распущены и созваны лишь во второй половине 17 века. Из кого они созывались? Посмотрите, новый термин. Даточные люди. Даточные люди – это пожизненно военно обязанные из числа городского и сельского населения. Именно они вошли в состав регулярной армии. Это себе отметьте. Даточные люди – пожизненно военно обязанные из числа городского и сельского населения. Итак, мы идем дальше. Самое важное, что было сделано при Алексею Михайловиче, это издание нового закона. Законы соборного уложения 1649 года. Князю Никите Адоевскому необходимо было разработать текст нового законодательства. Я вам напомню, что соборное уложение – это не первый свод законов. Первый свод законов, я думаю, что вы помните, был создан при Ярославе Мудром. Русская правда. Русскую правду сменил соборник Ивана III, судебник Ивана III, потом Ивана Грозного, и вот теперь соборное уложение. Почему издание соборного уложения в 1649 году нам так важно? Это себе запишите. Потому что соборное уложение 1649 года впервые вело понятие государственное преступление. Государственное преступление – это преступление против власти, против царя, семьи, представителей церкви и чиновников. И самое главное, что соборное уложение 1649 года окончательно закрепило крепостное право, потому что был введен бессрочный сыск беглых крестьян. Что это значит? Это значит, что крестьян искали всю жизнь, пока не находили и не возвращали назад своему феодалу. Это себе, пожалуйста, запишите. Вы помните, что до этого у нас действовали урочные лета, пятилетний сыск беглых крестьян, заповедные лета, когда нельзя было выходить крестьянину в юре в день от своего помещика. А теперь высшая стадия крепостного права, когда крестьянина искали пожизненно. Вот теперь, проанализировав весь материал, который мы сегодня изучили, давайте ответим на вопрос. Усилилась ли власть царя в России в 17 веке? Ведь Земский собор и Боярская дума потеряли свою власть. Да, эта власть усилилась. Ну что, ребята, урок окончен. До новых встреч!